для этого хлеба нам понадобится кислое молоко или кефир я беру буквально 200 грамм можно простоквашу можно сыворотку добавляем сюда сразу же овсяные хлопья 2 ложки мелкозернистые овсяные и добавляю сюда сразу же пол чайной ложки соды и чуть-чуть сахара все это хорошенько размешиваем можно вообще-то оставить на 2-3 минуты но так как они мелкозернистые то вместе с тестом они как бы раз расплавиться и не будет чувствоваться вот видите с теста сразу же зашипела такой вот сладко кислой среде и мы можем добавлять дальше значит добавляю я кукурузную муку столовую ложку она придает и вкус и цвет нашему тесту все постепенно замешиваем вот видите какое получается так тесто добавляю яйцо можно не добавлять но хлеб будет вкуснее и красивее если мы добавим видите яйцо так и добавляю у меня есть ржаная мука две ложки с горой и остальное замешиваем будем добавлять муку пшеничную я это это мука у меня просеяны и муку пшеничную где-то получится наверно ложек четыре но мы будем добавлять до того состояния когда это превратится такое не жидкое после того как постоит который тесто которое не будет прилипать к рукам и вообще я делаю такое количество вот на 200 грамм для того чтобы можно было когда жарить на готовить этот хлеб поджаривать на сковороде то на той сковородке на которой я буду делать чтобы он как раз как бы разместился вот я буду добавлять муку так еще немножечко соли муку до вот этой вот консистенции сейчас я выбежу хорошо замешиваю его вот до вот такой консистенции и оставлю минут на 15 на 20 под крышкой пусть она отдохнет после того как тесто постояло его надо конечно еще немножко добавить муки потому как естественно оно немножко подошло при помощи вот всех ингредиентов особенно соды вот поэтому я уже по ходу вижу сколько надо муки еще немножко уже замешиваю рукой желательно конечно чтобы тесто не было сильно таким твердым на так чтобы она просто не бралась к руке ну и могло раскататься немножко на такой небольшой корж немножко на руки наливаю подсолнечного масла получается такая маленькая лепешечка сейчас я возьму сковороду на сковороде на сковороде есть вот сковородка я положила туда немножко масло уже поставлю так и вот на сковородку ложим этот наш хлебчик это получается как корж сверху на этот корж я немножечко посыплю буквально грамму лечку зернышки какие есть я в данном случае взяла кунжутные и семечки буквально чуть-чуть и для такого вот запаха порезанный укроп укроп когда летом конечно можно с огорода а если зимой можно с морозильного шкафа можно укроп который некоторые засаливают солью в баночке и ставят в банку тогда вообще зимой такой отличный такой вот вкус и запах этого хлеба вот я немножечко его так как бы руками приплюс припредавила его туда вовнутрь и сейчас ставлю на маленький огонь на плиту выпекаю выпекаю при закрытой крышке первый раз крышку я открываю тогда уже слышим запах вот смотрите его уже можно он практически и готов этот хлеб но я еще немножечко его перевернула на другую сторону и буквально капельку сюда полью полью жирок такое у меня есть масло растопленное для того чтобы немножечко он еще там поджарился в принципе в тесто я масло не добавляла никакой жир поэтому жарю я его на как бы на жиру получается но смотрите он практически сухой то есть жира очень очень мало ну и накрою еще на две-три минуты и оставлю под закрытой крышкой вот он так стоял у меня буквально десять минут на небольшом таком маленьком огне не сильном и вот еще две минутки две-три минутки он постоит так и я его оставлю минут на десять для того чтобы он как бы под крышкой дошел и вот такой хлеб у меня получился это не просто хлеб это вкусный ароматный полезный хлеб который можно скушать с салатом и быть сытым приятного аппетита до следующих видео то есть я и и и и и и и и и Продолжение следует...